Всем привет! Вы просили сделать обзор на эту книгу, и вот она, наконец-то, у меня. Легендарный автор Нора Гуан. 40 избранных моделей неподвластных времени. Все эти модели были опубликованы в журнале Vogue Knitting. Давайте заглянем под обложку. Издательство Exmo. И смотрим, что же внутри. Пройдемся по содержанию. Введение, жилет с косами, водолазка с зигзагами, пуловер, пуловер, кардиган. Дальше, дальше, дальше. Визуальные уравнения от Норы. Снова идут изделия, изделия, изделия. Королева кос. Изделия, изделия, изделия. Созданные природой. Полезная информация и алфавитный указатель. Давайте полистаем поближе. Посмотрим, что же за изделие нам здесь предлагается. Жилет с косами. Весна-летая, как мы видим, 1987 года. Но при этом модели актуальны и сегодня. Вообще, что мне понравилось в этой книге, что здесь такие модели, которые действительно неподвластны времени. Они актуальны сегодня, они будут актуальны и завтра, и послезавтра, и через год, и через два, и через пять. Очень понравился мне вот этот пуловер. Посмотрите, какая красота. Очень подробно описано, как это все вяжется. Обязательно указана оригинальная пряжа. Обязательно указано, в какие характеристики пряжи нужно попасть. Какая плотность вязания, чтобы вы могли подогнать плотность. Ну, те, кто меня читают, они знают, что я не люблю такие описания. Но, поверьте, описание Нор Гуан стоит того, чтобы подогнать плотность под свою... Точнее, свою плотность под авторскую. И чтобы все-таки связать именно эти изделия. В том виде, в котором они задумывались автором. Вот эта модель тоже мне очень нравится. Плове с ромбами 90-го года. Посмотрите, какая красота. Воротник шалька. Говорю, что сейчас он очень активно входит в моду, такой воротник. И я смотрю, больше и больше мастеров начали с ним что-то делать. Здесь леггинсы в комплект, например, вот к этому замечательному свитеру. Визуальное уравнение от Нора Гуан. Здесь интервью с Норой приведено. На самом деле, очень интересно почитать. Я не буду спойлерить о чем-то. Думаю, что вы все-таки найдете эту книгу и прочитаете сами. Недавно, кстати, видела мастер-класс. Уже не помню, какого из авторов. Но вот как раз тоже с таким рисунком. А заметьте, модель 91-го года. Подробная схема дана. Здесь сразу и косы, и шалька. При этом нет ощущения, что здесь что-то лишнее, или перебор. Очень гармоничные изделия. Пальто. Такая стрекоза ажурная. Очень интересная. Конечно, для любителей бесшовного вязания, здесь, ну, больше скорее, это будет как копилка для вдохновения. Копилка узоров отчасти, да. Копилка некоторых приемов, которые используются в вязании. Для тех, кто не боится взять руки-иголку, эта книга станет настоящим открытием, потому что здесь действительно собраны одни из самых удачных моделей из журнала Vogue Knitting. Смотрите, они актуальны и сегодня, как я уже говорила, и будут актуальны еще много-много лет. Поэтому, если вы не боитесь шить, то смело покупайте эту книгу и начинайте изучать. Кстати, еще одно интервью с Норой. Модная очень нынче, давно забытая, снова найденная, техника Ferraio. Кардиган по косой, кстати, для любителей градиентной пряжи, для любителей секционной пряжи. Особенно эффектно смотрится он именно из нее, поскольку будет видно все квадраты, все переходы. Модель с капюшоном, с воротником, шарфом, болеро, собственно, почему бы и нет. Причем, заметьте, как оно вяжется, даже по схеме, если посмотреть, очень-очень интересно. Здесь уже ближе к современности, здесь уже 2007-2008 год, 10-й год, роскошнейший плывовик с кистообразными косами, с круглой кокеткой, пончо, интересный топ, пуловер в клетку, и дальше еще немного полезной информации, половер с персидской кокеткой. Вот это вообще просто на самом деле моя большая любовь, и я думаю, что несмотря на то, что я не люблю очень вязать попетельные описания, я все равно его повторю, потому что, ну, просто восхитительный узор, очень мне нравится, очень хочу его повторить. И дальше полезная информация. Ее немного, но, тем не менее, она есть самая необходимая. И алфавитный указатель. Итак, для кого эта книга? Эта книга для тех, кто готов отказаться от расчетов, либо, в принципе, не любит их делать, кто хочет взять и связать, попасть в плотность, и повторить один из легендарных дизайнов норы.